За домашних животных, возможно, придется платить налоги, а за отсутствие регистрации – штраф. В Госдуме намерены внести новые требования к владельцам собак и кошек. Об этом мы поговорим в студии с руководителем приюта для животных «Ласка» Софьей Куликовой. Здравствуй. Здравствуйте. Ну вот о регистрации животных, мне кажется, мы говорим уже несколько лет. И все как-то порядка нет. Какой орган, какая структура должна регистрацией животных заниматься? Кто возьмет на себя эту ответственность? Да, действительно, регистрации уже много лет идет речь. Тем более, что все давно поняли, что и здесь в животноводстве, скажем так, работает принцип, что без учета нет контроля. И пока мы не начнем учитывать всех животных, очень сложно их контролировать. И очень сложно не допускать, чтобы они появлялись вновь и вновь на улицах нашего города. Федеральный закон 498, он как бы прописывает регистрацию, но не обозначает ее как обязательную. И вот как раз, как бы, вот эти изменения и сейчас обсуждаются в Государственной Думе о том, чтобы внести в этот закон, да, в 498 регистрацию, ну как бы, как обязательную, да, прописать ее как обязательную. И тогда уже, ну как бы, уже в таком, в принудительном порядке организовать регистрацию всех животных. Ну речь идет, конечно, о животных компаньонах, собачка или кошечка. Кроме того, закон прописывает и ответственность за потомство, которое приносит твой питомец, да. То есть в законе прописано, что хозяин, владелец обязан не допускать появления нежелаемого потомства, да, когда у него переустройство не гарантировано. Вот, так как, опять же, уже всем зоозащитникам давно известный факт, что большинство бездомных-то рождается дома, да, и то количество щенят и котят, которых у нас даже в городе, да, как мы это называем термином, плодят, да, оно не востребовано. То есть даже зайти вот на какие-то доски объявлений там в интернете, да, там какие-то, вот эти бесплатные, не пестрят объявлениям, отдам котят, щенят. Нам на диспетчерский телефон ежедневно поступают звонки, и это в среднем 2-3 звонка в день о том, что, а принимаете ли вы котят, а принимаете ли вы щенят, да. И вот мы тут стараемся людям, опять же, доказать, что, ребят, если у вас, ну, как бы, нет очереди за вашими щенятами, котятами, не надо допускать, чтобы ваша кошка или собачка их приносила. Соня, ты не ответила на вопрос, кто будет регистрировать животных, а как эта процедура будет происходить? То есть вот я взяла себе собачку, я ответственный хозяин, ну, у меня же есть и документы на нее, и ветеринарные службы, все необходимые прививки, а тут еще и регистрация. Что, в домовую книгу ее, что ли, занести, эту собачку несчастную? Ну, на этот вопрос, видимо, уже ответят местные подзаконные наши акты, да, то есть вот если сейчас в федеральном законе примут обязательную регистрацию, то за регистрацию, как бы, отвечают субъекты, то есть, соответственно, на уровне края должен быть тогда принят, ну, какой-то тоже, как может, незакон, какие-то правила, да, которые должны прописать эту процедуру. Скорее всего, скорее всего, этим будет все-таки заниматься ветеринарная служба. И это, наверное, даже частично упростит систему, так как у нас край является опасным по бешенству, и вообще, в настоящий момент, любой владелец кошки или собаки обязан вакцинировать ее от бешенства. И наша краевая ветеринарная служба, вот Барнаульское представительство находится на Шевченко, да, 158, прививает всех домашних животных бесплатно от бешенства. И, соответственно, они ведут эту учетность, то есть, ты пришел за своей собачкой, да, или кошечка, они привили, завели вот этот, ну, как раз вот ветеринарный документ, где отмечено, что тогда-то она привита. Причем через год надо сделать ревакцинацию, да, потому что прививка работает год, у нее срок действия. Каждый год надо вакцинировать. И вот, в принципе, по вот этой, наверное, частично документации можно, ну, каким-то образом начать вести эту статистику, да, и начать вести этот учет. Потому что все равно хозяина какую-то, какую-то информацию берут с него, указывают в этот паспорте. Кроме того, сейчас постепенно начала внедряться вот эта система чипирования. Она такая международная. То есть, сейчас многие коммерческие клиники предлагают чипировать своего питомца. Некоторые хозяева это делают. Вот. Мы, в том числе, в пункте льготной стерилизации тоже чипируем животных. И эти данные, то есть, это под кожу, как бы, ставится маленькая, маленький такой чип, такая маленькая капсулка, да, и в ней указан номер. И данные этого номера вносятся в международную базу. Animal ID это называется международная база. И, в принципе, можно без проблем потом по вот этим данным, да, найти хозяина. Вот. Ну, вообще, система очень такая непроработанная пока еще, да, и довольно трудоемкая, потому что та же ветеринарная служба, она, конечно, не особо жаждет брать на себя какие-то дополнительные полномочия, потому что, естественно, дополнительные полномочия требуют дополнительных, там, не знаю, людей, да, там, ставок. То есть, и как это вообще представить? То есть, что это? Ветеринарный специалист должен пойти по всем домам и, там, не знаю, осматривать, там, сколько у вас кошек, собак. А ведь, как правило, вот бездомных кошек и собак, и берут за них ответственность, подкармливают бабушки, дедушки, да, и они же не пойдут. Они вроде доброе делают, делают. То есть, соответственно, за отсутствие регистрации должен быть какой-то штраф. Ну, это вот эта вторая проблема, то, что у нас вот этот закон 498-й работает уже более двух лет, но при этом до сих пор в кодекс административных правонарушений не внесены пункты по, ну, как бы, наказанию за несоблюдение этого закона. То есть, такая небольшая парадоксальная ситуация, вроде как закон есть, правила прописали, да, вот та же самая, там, стерилизация, которую мы упомянули, да, там, бережное отношение заботливое, да, там, недопустимость выкидывания этих животных, выбрасывания их на улицу. Но при этом наказать пока нет возможности. Мы пока можем по факту наказать только по уголовной статье 245, да, жестокое обращение, но там должен быть состав преступления, именно, там, какие-то увечья, которые, там, не знаю, нанесены там сознательно, да, повлекли за собой смерть, кибель животного. Вот, а вот так просто за нарушение правил, вроде как и наказать не нет. Ну, в Госдуме планируют этот вопрос обсуждать? Да, в настоящий момент тоже внесены вот эти поправки в Кодекс административных правонарушений, это восьмой пункт, который касается животных и экологии, там, предлагают внести 50, 51, 52 статью, ну, там, по разным направлениям, и несоблюдение этого закона, ну, как бы наказывать штрафами. А штрафы там предусматриваются, как обычно, для физических лиц, да, для юридических лиц, вот, за несоблюдение правил содержания животных, там, предлагают штраф внести от 1000 до 5000 рублей, ну, как бы в зависимости, скажем так, от тяжести и систематичности его нарушений. Вот, но, видите, тут опять встает вопрос, практика применения, то есть, у нас же нет какой-то, ну, там, не знаю, animal police, да, то есть, полиции для животных, там, или что-то такое. Да, 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 специальная организация, которая будет ходить по домам и смотреть, по числе ли у нас содержат животных в этом доме. То есть, опять это, если на участкового взвешивать, а когда мы обращаемся к участковому по животных, они очень часто говорят, у нас тут такие проблемы с людьми, и мы тут сами там... С соседями поразобраться, да, тут еще и животные. Да, да, вы тут вроде как с животными, ну, и как-то это все всегда отодвигается на задний план. А вот я еще прочитала, когда готовилась к интервью, что за животных, возможно, да, вначале сказала, придется платить налоги. Это вот, в общем, я плачу за квартиру, за машину, и теперь еще за животное, спасибо, что за ребенка не надо. Ну, типа того, да. На самом деле, очень многие боятся, когда тема вот возникает, регистрации, и вот и в интернете везде, и так мы с людьми, когда общаемся, очень многие опасаются, что вот как только зарегистрировали, сразу ведут налоги. Вот, действительно, такое возможно. Возможно, но тоже, во-первых, вопрос такой отсроченный, да, то есть это не так, что вот сегодня зарегистрировали, и завтра уже пришел налог. Конечно, это все, ну, пройдет определенное время, пока это все законодательно оформится, но мы очень надеемся, что развитие такого налогообложения пойдет по европейскому пути, а там очень четко прописано, что любой владелец животных платит налог, причем налог довольно высокий. Но если ваш питомец стерилизован, то вы освобождаетесь от уплаты налога. Оно, в принципе, логично, то есть если человек участвует в разведении, да, грубо говоря, там продает щенков котят, да, уже там такой типа бизнес, ну, ты платишь налог. Ну, это логично. Вот, ну, мы тут тоже вот вносим некий свой вклад, да, вот открыв пункт льготной стерилизации за счет президентского гранта. Сейчас хоть грант закончился, но пункт продолжает работать как льготный, и мы по льготной стоимости, то есть за компенсацию оплаты шовных материалов и расходных материалов делаем стерилизацию, и у нас она раза в три в четыре дешевле, нежели чем в клиниках получается. Поэтому тех людей, кто именно по финансовым возможностям не может обратиться в коммерческую клинику и сделать стерилизацию своему питомцу, мы приглашаем в наш пункт льготной стерилизации. Это можно сделать там. И, естественно, мы сразу ведем эту учетность, и вот когда мы дойдем в нашем Барнауле до регистрации животных, да, человек, стерилизовавший у нас своего питомца, уже сможет предоставить документы о том, что вот оно стерилизовано и учтено. Ну тут мы все больше с вами говорим об ответственных людях, которые понимают зачем, почему берут животных, но, тем не менее, животных меньше на улице не становится. И я знаю, что вы по-прежнему занимаетесь гуманным, как теперь называется, отловом, и приют Ласка только расширяется. Расскажи о вашей вот этой важной, нужной работе. Я видела объявление в подъезде, в случае чего обращаетесь или в администрацию города, или вот напрямую в Ласку. Много ли звонков, и как сейчас налажена работа? Да, звонков много, есть у нас такие проблемные зоны, они уже практически там из месяца в месяц, из года в год висят, чаще всего это какие-то промышленные зоны, да, и, скажем так, стройки на стадии завершения, либо завершенные, когда, опять же, проблемы создают чаще всего сами люди, да, то есть, например, пока была стройка, завели собак вроде как, чтобы охраняли, да, объект, закончилась стройка, съехали, собак оставили. Естественно, собаки-то думают, а мы должны сколько-то отрабатывать, да, продолжать охранять и так далее. Вот, но в настоящий момент, вот опять же, по тому 498-му закону введен возвратный отлов в России. Он, конечно, спорный, он во многом и нам там где-то вот этот возврат не нравится, но он, по крайней мере, даёт возможность, ну, как бы не перенасытить приют, потому что часть животных мы можем вернуть, вернуть на улице, да, то есть после стерилизации, вакцинации, обработки там от всех паразитов и меткования, когда ставится бирка в левое ухо, мы ставим либо жёлтую, либо красную бирку. Вот, животное отпускается назад в среду обитания. А эта практика хороша, когда есть какие-то кураторы, кормильцы, ну, где-то там, опять же, на базах, на предприятиях, да, например, мы кормим, им хорошо животное будет стерилизованное, оно не будет возить, хороводить вот эти свадьбы, очень частые проблемы, да, когда как раз собаки такие все возбуждённые и большим количеством собираются. Вот, и при этом вот она там будет, не знаю, и столовые отходы те же самые, да, подъедать, потому что, опять же, видите, наличие бездомных животных, оно ещё и экологически обусловлено. А чем оно обусловлено? У нас наличием пищевого мусора, у нас очень большое количество в свободном доступе пищевого мусора, и поэтому, если есть пищевая ниша, то собака там и будет жить, да, то есть она, ну, как бы, по законам экологии не будет, эта ниша, ну, как бы, свободной. И поэтому нам для того, чтобы, ну, как бы, вот минимизировать и сократить количество бездомных животных, нам надо ещё и параллельно, ну, каким-то образом научиться обращаться правильно и грамотно со своим пищевым мусором, чтобы он не был в доступе. А так как вот сейчас убери всех собак с улиц, да, у нас крысы побегут, да, там, не знаю, коршуны какие-то, вороны полетят, потому что, ну, как бы, вот этот пищевой мусор он будет привлекать. И поэтому она тут такая, ну, как бы, экологическая система, вот, и, видимо, в том числе, основываясь вот на эти исследования специалистов-экологов, биологов, да, вот этот федеральный закон и ввёл такую практику, и, как бы, дал право бездомным животным тоже жить на улице, указав их как часть экосистемы города. То есть это, как бы, такая часть экосистемы города. Но нам надо её минимизировать, да, именно поэтому вот это вводится практика стопроцентной стерилизации бездомных животных. То есть если мы 100% всех бездомных стерилизуем, то, соответственно, они рождаться на улице уже не будут, да, нам надо ещё как-то минимизировать невостребованных домашних, да, вот этих щенят и котят. И вот, как бы, по практике, опять, если там, не знаю, 70-80% домашних стерилизованных, и это всё приводит к тому, что через, там, не знаю, 3-5 лет у нас не будет бездомных животных, ну, потому что не будет канала их поступления, да, откуда им браться. Вот, ну, видите, тут надо сработать в комплексе. А хорошо ли это, отсутствие бездомных животных? Вот мы недавно были на йоге, там местный колорит, вот эти вот загорающие на солнце собачки, в общем-то, никому не мешающие совершенно. Нет, ну, есть часть животных, которые выполняют некую свою функцию, вот мы сказали уже про вот этот пищевой мусор, да, для того, чтобы, опять же, там, он не разлагался, не вонял, да, собачка его подъедает, потому что мы его вовремя грамотно не убираем. А это касается и, например, кошек, да, вот тот же взять Калининград, Ленинград, ну, Санкт-Петербург, да, там большое количество именно бездомных кошек, живущих в подвалах, они тоже решают свою функцию, ну, как бы, решают свою задачу, да, минимизируют количество мышей. Прямым назначением помогают своим, да, мышей, крыс и так далее. Ну, опять же, тут все хорошо в меру, да, понятно, что когда их несколько кошечек живет, они стерилизованные, они там за ними ухаживают, нету ни запаха, ничего, да, это хорошо, и их обрабатывают, там, не знаю, нету блох. Когда же эта практика, ну, как бы, неконтролируемая, например, они начинают плодиться, и вот там в подвале уже не 3, а 33 кошки, да, естественно, там и запах, и какие-то вот эти кожные паразиты и прочие штуки, они, конечно, зачастую недовольство вызывают у всех соседей. Поэтому тут ко всему надо к суммам, то есть, вероятно, какое-то количество оно все равно должно быть. Соня, спасибо, что нашла время, к нам в студию пришла, ответила на многие мои вопросы, но у меня еще много без ответов вопросов осталось, потому что, ну, я так понимаю, что на уровне законодательства, на муниципальном уровне тоже пока не могут на эти вопросы найти ответы, и будем встречаться еще не раз. Да, скорее всего. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была Софья Куликова, руководитель приюта для животных «Ласка».